Приветствую всех на нашем канале GNS Longevity TV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Два квадратных метра. Такова общая площадь нашей кожи. Это самый большой орган нашего тела. И также самый тяжелый. Вес кожи взрослого человека составляет от 3 до 4 кг. Кожа генерируется быстрее любого другого органа. Каждый день 30 000 клеток умирают и немедленно заменяются новыми. Наша кожа полностью обновляется в течение 21 дня. Она является собой удивительную частичку сложной структуры. Кожа состоит из трех, следующих один за другим слоев, каждый из которых выполняет особые функции. Эпидермис, дерма, гиподерма. Эпидермис практически водонепроницаемый, каким он и должен быть. Если бы это было не так, мы могли бы утонуть, принимая ванну. Он содержит меланин, пигмент, который защищает кожу от солнечных лучей. Затем следует специальный тип клеток под названием кератиноциты, которые создают своего рода цемент, формирующий барьер на поверхности кожи. Дерма находится между эпидермисом и гиподермой. Она орошается кровью и питает эпидермис. Дерма обеспечивает эластичность и упругость кожи благодаря волокнам эластина и отвечает за долговечность за счет влияния коллагеновых волокон. Она также содержит гликозаминогликаны, которые действуют как губки, позволяя коже удерживать воду. Гиподерма – это самый глубокий слой кожи. Она содержит адипоциты, которые отвечают за жировые накопления. Таким образом, гиподерма становится хранилищем энергии, следовательно, источником тепла и своего рода амортизатором, защищающим нас от холода. Наша кожа очень эластична. Способна к быстрой регенерации и заживлению за счет рубцовой ткани. Она представляет собой первый защитный барьер организма от вредного воздействия окружающей среды. Защищает его от химических воздействий, растворителей, моющих средств и физических воздействий, таких как тепло, холод или влажность. Она также защищает нас от микробов. Наша кожа также содержит потовые железы, которые выделяют пот, когда тело перегревается. Пот охлаждает тело, испаряясь с поверхности кожи. Кожа также отражает наше настроение. Мы покрываемся мурашками, когда напуганы, краснеем, когда испытываем смущение. Наша кожа также позволяет нам воспринимать наше окружение через прикосновения, благодаря нервным окончаниям, которые находятся на ее поверхности. Ее чувствительность говорит нам о температуре и предупреждает нас о боли или трении. Нормальная кожа требует деликатного ухода средствами, которые бережно и мягко очищают ее, сохраняя ее сияющей и здоровой. Даже если кожа не испытывает дефицитов увлажнений, ей необходимо ежедневное очищение, защита и увлажнение. С возрастом кожа меняется. При рождении наша кожа еще не уплотнилась. Она очень нежная, но все еще продолжает формироваться, поэтому легко становится обезвоженной. Со временем она приобретает свою окончательную структуру. В период полового созревания, с ростом гормональной активности, наша кожа может выделять избыточное количество кожного сава. Вот почему кожа многих подростков выглядит жирной и блестит. Тело женщины видоизменяется в течение 9 месяцев беременности, и ее кожа демонстрирует свою эластичность в полном объеме. Могут появиться растяжки. Кожа растягивается очень быстро, и это приводит к разрыву коллагеновых волокон. Во время менопаузы, начиная примерно с 50 лет, кожа истончается, становится более сухой и выглядит более морщинистой. Может появиться возрастная пигментация. Кожа теряет часть своей эластичности и упругости. Времена года также оказывают влияние на вашу кожу. Особенно сильно заметно это воздействие зимой. Кожа обезвожена. Падение температуры уменьшает выработку кожного сала. Наша кожа становится сухой и наиболее сильно подверженной воздействию окружающей среды. Первыми страдает зимой кожа рук и лица. Весна является поворотным моментом между сухим холодом и теплом лета. Наша кожа начинает дышать и принимать солнечные лучи. Однако весной появляется аллергия на пыльцу, которая может также вызвать раздражение. С наступлением лета наша кожа сияет и оживает под летним солнцем. Но мы должны быть осторожны. Солнце светит и заливает нас ультрафиолетовыми лучами. Наша кожа также имеет тенденцию к сухости в этот период. Это может привести к обезвоживанию и шелушению. Так же, как и весна, осень является поворотным моментом. Наша кожа готовится к зиме. Она снова подвергается постоянному трению. Итак, как же появляются морщины? Они развиваются в дерме, а также в эпидермисе. Началом их появления является уменьшение способности эпидермиса удерживать влагу, что приводит к тонким морщинкам. В то же время жировой слой гиподермы постепенно исчезает, что приводит к появлению более глубоких морщин. И, наконец, влияние доходит до дермы. Волокон эластина и коллагена становятся меньше, и кожа теряет свою упругость. Начинает провисать, и морщины появляются повсюду. Как необходимо заботиться о своей коже? Уход за кожей начинается с очищения. Для того, чтобы не травмировать кожу и сохранить ее нежный баланс, убедитесь, что вы используете физиологическое моющее средство, которое специально разработано, чтобы обеспечить нежный уход за вашим эпидермисом. Кожа вокруг глаз в 10 раз тоньше, чем на остальных участках лица. Для ее очистки следует подбирать наиболее мягкое средство. Один или два раза в неделю не забудьте использовать правильно подобранный скраб. Он должен быть эффективным и нежным по воздействию на вашу кожу. Дерма состоит на 70% из воды, эпидермис – на 15%. Для поддержания надлежащей гидрации важно выбрать ежедневные средства для увлажнения кожи, которые помогут сбалансировать уровень влаги. Независимо от сезона, необходимо выбирать средства для ежедневного ухода, которые включают в себя солнцезащитные фильтры. Это позволит смягчить негативное воздействие солнечного излучения, ускоряющее старение кожи. Как только почувствуете необходимость, используйте восстанавливающий бальзам для губ. Применять его нужно так часто, как вы считаете нужным. Наконец, следует помнить о питании кожи в ночное время, обеспечивая ее всеми необходимыми питательными элементами, которые она получит с хорошим ночным кремом. Теперь у вас есть вся необходимая информация для правильного использования нашей линии продуктов по уходу за кожей LUMINESS. Увидимся в следующем выпуске серии о LUMINESS. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok